Общее сведение. На долю конъюнктивитов в офтальмологии приходится до 30% всей патологии глаз. Среди них бактериальные конъюнктивиты составляют 73%, аллергические конъюнктивиты 25%, вирусные конъюнктивиты 2% соответственно. Острый бактериальный конъюнктивит довольно часто сочетается с инфекционным блефоритом и кератитом. Заболеваемость острым конъюнктивитом имеет сезонную зависимость, чаще отмечается в осенний-зимний период. Острый инфекционный конъюнктивит ввиду высокой контагиозности наиболее часто развивается у детей 2-7 лет и в детских коллективах. Часто приобретает характер эпидемических вспышек. Опасность острого бактериального конъюнктивита у детей заключается в вероятности развития кератита, докреацистита, флегмоны, слезного мешка и флегмоны орбиты. Острый бактериальный конъюнктивит причины. Даже у здоровых людей в составе микрофлоры краев век и поверхности конъюнктивы присутствуют различные микроорганизмы – стафилококи, пропионии бактерий, дифтероиды, дыры. Резистентность конъюнктивы к инфекциям обеспечивается, главным образом, благодаря антибактериальной активности слезной жидкости, содержащей защитные факторы иммуноглобулины, компоненты комплимента – лактоферин, лизосом, бета-лизин. Мигательные движения век способствуют обновлению слезной жидкости и механическому удалению бактерий с поверхности глаза. Основными возбудителями острого бактериального конъюнктивита выступают стафилококи, эпидемальный, золотистый, сапрофитный, стриптококк. Евмококк, синегнойная кишечная палочка, гемофильная палочка, бактерия Коха, УИКСа, корени бактерий, дифтерий, гонококк. Особые трудности для лечения представляют микс инфекции – вирусно-бактериальные, вирусно-бактериально-грибковые конъюнктивиты. Развитие острого бактериального конъюнктивита способствует ослаблению общего и местного иммунного ответа, механические повреждения. Глаз, попадание инородных тел в глаза, перенесенные вирусные заболевания, стрессы, переохлаждение, длительное местное использование глюкокортикоидов и дыры. Возникновение острого бактериального конъюнктивита может быть связано с заболеваниями кожи, многоформной ритемой, лорорганов. Атитом, танзиолитом, синуситом, патологией глаз, блефоритом, синдромом сухого глаза, поражением слезоотводящих путей. Передача инфекции происходит через загрязненные гнойным отделяемым предметы, платки, полотенца, постельное белье, игрушки, руки, воду. Острый конъюнктивит, вызываемый синегнойной инфекцией, часто встречается у лиц, использующих контактные линзы. При нарушении рекомендации по уходу за линзами, возбудитель может высеваться с поверхности линз из растворов, контейнеров для хранения. Острый конъюнктивит новорожденных чаще развивается у детей с внутриутробным инфицированием, недоношенных, порожденных от матери. С воспалительными заболеваниями половых органов, гонорий, туберкулезом и дыры, закрывающая круглая скобка. Симптомы Острый конъюнктивит развивается стремительно и бурно от момента внедрения возбудителя до появления развернутой клинической симптоматики. Проходит от нескольких часов до нескольких суток. Течение различных форм бактериального конъюнктивита характеризуется гиперемией, инфильтрацией и отечностью всех отделов конъюнктивы. Чувством ржения песка и зуда, болью в глазу, обильным слизистогнойным отделяемым из конъюнктивального мешка. При остром конъюнктивите выражена конъюнктивальная инъекция, отмечается кровоизлияние, образование сосочков и фолликулов на слизистые глаза. При значительном отеке может развиваться химоз конъюнктивы, ее ущемление в глазной щели при смыкании век. Поражение глаз при инфекционном конъюнктивите в начале односторонней, второй глаз вовлекается воспалением и несколько позже. Острый конъюнктивит протекает с обильным отделением гнойного секрета из конъюнктивальной полости, который склеивает ресницы и засыхает на краях век, образуя корочки. Острый конъюнктивит представляет опасность в плане развития инфекционных поражений роговицы, бактериального кератита, гнойной язвы роговицы с угрозой перфорации. Глубокие кератиты и язвенные поражения роговицы возникают преимущественно на фоне ослабления организма при анемии, дистрофии, гиповитаминозах, бронхоэдинитии и т.д. Иногда при остром конъюнктивите отмечается общение недомогания, субфибрилитет, головная боль, бессонница, поражение респираторного тракта. Продолжительность заболевания составляет 10-14 дней. Диагностика диагноз острого конъюнктивита устанавливается офтальмологом на основе эпидемиологических данных и клинических проявлений. С целью выяснения теологии инфекционного конъюнктивита производится микроскопическое и бактериологическое исследование мазка с конъюнктивой с антибиотикограммой. Осмотр переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы, биомикроскопия глаза выявляет гиперемия и рыхлость конъюнктивы, сосудистую инъекцию, сосочковый и фолликулярные разрастания, дефекты роговицы. Для исключения язвенного поражения роговицы проводится инстилляционная проба с флюорисцином. Лечение при остром инфекционном конъюнктивите назначается местное лечение с учетом типа выделенного возбудителя и его антибиотика чувствительности. Проводится тщательный туалет глаз, протирание век, струйное промывание конъюнктивального мешка антисептическими растворами, фуроцелином, борной кислотой. При этом для каждого глаза используются отдельные ватные шарики, пипетки, глазные палочки, спринцовки. После тщательного механического очищения век и конъюнктивальной полости производится инстилляция антибактериальных глазных капель растворов тетрациклина, левомицитина, неомицина, линкомицина, афлоксацина и дыры. Через каждые 2-3 часа на ночь за веки рекомендуется закладывать антибактериальную мазь. При выраженном отяке и воспалительных изменениях конъюнктивы к лечению добавляют антиаллергические противовоспалительные капли. При остром бактериальном конъюнктивите категорически воспрещается накладывать на глаза повязку, поскольку это затрудняет эвакуацию содержимого из полости конъюнктивы и увеличивает вероятность инфицирования роговицы. Лечение острого конъюнктивита проводится в течение 10-12 дней до полного истойкого исчезновения симптомов, после чего желательно проведение повторного бактериологического контроля содержимого конъюнктивальной полости.